Здравствуйте! Поставки зарубежного картофеля в Россию увеличились в два раза. Как пишут известия со ссылкой на данные Федеральной доможенной службы, за 8 месяцев этого года импорт картофеля вырос на 99,7%. Овощи завозили из Египта, Китая, Израиля, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Македонии, Марокко и Сербии. По словам производителей, причина такого заметного роста поставок – поздние сроки созревания клубней, из-за чего сбор урожая сдвинулся практически на месяц. Увеличение импорта уже привело к небольшому росту цен. В сентябре средняя потребительская цена на картофель составила 21 рубль за килограмм. Это на 7,5% больше, чем год назад. Впрочем, участники овощного и картофельного рынка утверждают, что это незначительный рост и дальнейшего повышения ожидать не стоит. Незаконного алкоголя стало меньше. По данным Росалкогольрегулирования в этом году доля нелегальных крепких спиртных напитков снизилась втрое. Сравните. В 2016 году по результатам проверки было выявлено 40% серой водки, в 2017 – 13%. По оценкам самих участников рынка, в целом доля теневой продукции сейчас колеблется в районе 20-30%. А еще год назад столько занимала законная продукция. По словам экспертов, причина прогресса – ужесточение контроля за рынком. Речь идет о внедрении системы госучета производства и оборота алкоголя и ГАИС. По прогнозам, доля нелегальной продукции будет еще снижаться. Алиэкспресс пообещала в четыре раза ускорить доставку в Россию. Как сообщает коммерсант со ссылкой на источники в компании, с 11 ноября китайская торговая площадка собирается сократить максимальный срок доставки – с 45 дней до 10. Популярный онлайн-магазин планирует сделать это за счет запуска чартерной программы. Также Алиэкспресс хочет формировать посылки на своих складах, чтобы потом централизованно отправлять их в Россию. Сейчас товары отправляют продавцы. Гендиректор «Ибоев России» Леокретов уже заявил, что при новой схеме стоимость товаров может вырасти. В Перми продается развлекательный комплекс «Пушкин». На сайте Авито он выставлен на продажу за 140 миллионов рублей. Собственник предлагает готовый арендный бизнес – здание по адресу Пушкина 71. Среди арендаторов – караоке «Сан Рэма», банкетные вип-залы и мужской клуб. Также в объявлении указан срок окупаемости – 6 лет 4 месяца и доходность – 15,6%. Существенно выросла цена на нефть. Впервые с июня 2015 года стоимость барреля марки «Брент» превысила 64 доллара. Цены стали расти на фоне масштабного коррупционного скандала в Саудовской Аравии. В стране задержаны члены королевской семьи. Что касается курса валют, курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября выше предыдущего на 3 копейки, он составляет 58 рублей 45 копеек. Евро снизился на 32 копейки и зафиксирован на уровне 67 рублей 76 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!